Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, нам предстоит какое-то время жить в системе Беменбара, в системе пустыни. А слово Тора — это слово жизни, и так оно и будет, хочешь ты или не хочешь. Но надо понять, что это за зверь такой пустыня. Пустыня в еврейском мировоззрении — это место, где, избавившись от всяких надоедливых помет, в том числе этого, эго собственного, можно услышать наконец что? Синайское откровение. Ты можешь немножко остраниться в этот период, когда надо чуть-чуть остраниться и прислушаться голосу Бога. Это такая жизненная пустыня, где людей-то кажется как будто много, но это одиночество. Вот особенно в войне с внутренним эгоизмом человек всегда сражается. Незрима поддержка только Всевышнего. А так вот надо понимать, что все эти опоры, которые есть там, они очень слабые. И тему вот нашей четвертой книги — это именно сражения, главное сражение, которое есть в каждом человеке, начало от его жизни, начало до ухода из жизни. Нам описываются все варианты. И Корох, который пожелал все сразу, и Земли, который позволил себе не что-то того, что нельзя, и разведчики, которые хотели не идти в землю Израиля, и много-много тем, да? И все они рассказывают о войнах, которые каждому придется вести в жизнь. А главная победа — это избавление от иллюзий. Да, иллюзия из жизненных миражей. Да, как ни странно, это не избавление от романтики. Это та пустыня реальности, где отсутствуют миражи наших желаний, фантомы интересов. Потому что человек может себе понапридумывать такого, чтобы жить в этом мире иллюзий, которого нет и не существует. А мир другой. Есть ты, есть творец. Вот разговаривая с ним, и награда, написанный человеком в пустыне, это то, что он находит, что как бы вырисовывается, творим уже. Когда подходят люди в конце, говорим к словам, да? Что к реальному диалогу мы проходим, все нормально работаем, вот этот период, бемидбар. И есть еще очень интересная вещь. Смотрите, как сначала был разговор с человеком в книге Брешит, потом с народом в книге Исход, потом законы были даны. И, наконец, вот теперь пустыня, да? Пустыня — это, она, как это говорят, на еврейском имидбар пустыня. И медабир говорящий, да? То есть вот эта способность услышать настоящее слово, не иллюзия, не все эти глупости, вот это и об этом тут и разговор. Из главных три препятствия написали наши мудрецы. Человек истину может найти, где есть три препятствия. Это зависть или ревность, там, сладострасть. И честолюбие, вот эти три порога, которые мешают преодолению вот этих вот, посвящаются основные сюжетные повороты этой книге Бемидбар. При этом Бог говорит нам, что смотрите, я не создал вас всех вот как штампами, создание человека-творцом — это не конвейер, это совсем другое. Всевышний запланировал, создал каждого человека как отдельную личность, которому кажется, да он президент, да я уборщик. Не важно, это мы не понимаем, это. На самом деле, каждый человек запланировал он таким образом, что только он может вот в этой кусочке жизни сделать то, что положено творцом для него. Получается, что каждый человек — это целый мир, и поэтому начинается наша глава с пересчетов. Каждого, чтобы все знали, что нет такого, это больше, это меньше, все одинаково, каждого надо посчитать. Каждому Всевышний дал специальное тело, специальную задачу, индивидуальные, личные, там, определенные таланты или отсутствие таковых. Все специально для того, чтобы помочь этому человеку, используя вот это все, и надо служить. Ни один человек не получил твоих возможностей. Я коротко расскажу одну историю. Он приехал как-то на прием к известному раввину, о рабе Давиду Абухау, да, такой, и там этот раввин рассказывает, я стоил на прием, и стрелил еврея, который говорит, слушай, а вот он что, тут все сидят, все хотят, чтобы Бог прислушался к молитве? Он говорит, да, я говорю, Бог прислушается к любой молитве. А к моей молитве он тоже прислушается, без всякого сомнения. И тут, говорит, начал кричать, если он знал все мои грехи, которые я совершил в жизни, ты бы сам сбежал с этого места. Ты считаешь, что Бог меня услышит? Я говорю, смотри, представь себе, что, не дай Бог, идет твой сын, упал в помойную яму грязную, с навозом, с всякими этими отходами. Скажи, ты бросился бы спасать его? Он говорит, ну, конечно, это мой сын. Он говорит, ну, теперь послушай меня. Всевышний, Всевышний, он наш отец, и мы его сыновья. Для него не имеет значения, как мы запачкались своими там всеми этими грехами. Когда сын плачет, человек, отец сразу реагирует. И даже тот, кто оказался в самой глубокой яме, там, различных грехов, исполнялся духовной грязью. Если написано, если он пожелает выбраться из этих нечистот, вернуться к Творцу, он получает это все. Рабин Ахман сказал, что знай, что в любом месте, куда ты упадешь, с тобой всегда Всевышний. Поэтому нам пустыня, это не просто пустыня, где нет вообще ничего. Там обязательно есть Всевышний. А это самое главное. Там, где есть Всевышний, там нет ничего. Там ни змеи нету, ни... Это все кажущееся. На самом деле, если кто идет со Всевышним, он идет к победе по-любому. Брахавы отслыхал. Субтитры сделал DimaTorzok